У меня ребят! Какой кошмар! Есть же унитаза, это ванна, неужели это одно и то же? Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и на канале Закатуна и Мармажа почти одновременно вышло по видосу. Видосы, что там, что там, получились, как я понял, большие, и ждут нас, по-моему, трэш-история. Поэтому перед началом не забудь подписаться на мой канал, забегай в мой телеграм, я пишу там новости, когда выйдет следующая реакция и новый летсплей. И погнали смотреть! Всем привет! В ролике про то, как мы рельсу на металл сдавали, я упомянул, что у меня еще есть история, связанная с чугунной ванной. И многие очень долго и упорно ее просили. И ливану! Так как, ну, в общем, сами все увидите. Хорошо. Между прочим, этот случай произошел тем же летом, что и история с рельсой. Мы немного оправились от душевных ран, да и чипсы с колой, купленные на деньги от прошлой сделки, начали заканчиваться. Поэтому было решено идти на новое дело. Но дело само нас нашло. В один день, собравшись с друзьями в точке респауна... Скажите честно, у вас есть с друзьями точка респауна? Ну, мне кажется, у всех, типа, знаете, встречаемся на столике, встречаемся на гаражах, встречаемся в нашем месте. Неважно, вот, в общем, фраза должна быть одна всегда. Если у вас есть, обязательно пишите, как она называется. Один из них говорит... Пацаны, мне тут Алёха один шуманул, где бабки поднять можно? Без бацалок с бубнами, главное не бздеть. Корешей, говорит, подтягивай, будете... Почему ты так разговариваешь? Короче, там мой сосед ремонт задумал. И говорит, что мы можем его старую чугунную ванну забрать с условием, что сами её спустим. Ну, нет. Не-не-не, хватилось меня рельсы. Никогда и ни за что я больше не понесу тебя. Чипсы закончились. Чего вы ждёте? За дело! Да, чугун на приёмке стоил недорого, но ванна-то была здоровенная и веселая. Вы знаете, я помню эти чугунные ванны, они, чёрт возьми, я не знаю, переживут всех, кого только можно. Это сейчас фифти-мифти делают те ванны, если можно сильно стукнуть, то можно ногой проломить. Вот какой был металл у Жигули, такой примерно был и у ванны. Больше 100 килограмм, а нас всего трое. Мы, конечно, очень падкие на деньги, но, как-никак, были ещё совсем пи***тами. Сильными бицепсы были только на правой руке, поэтому, как бы нам не хотелось делить прибыль, но пришлось звать на помощь ещё людей. Так это нас уже получается целый отряд. Почему бы в таком случае не сыграть в... Реклама, блин, там реклама. Всё, рекламу вырезаем, мне интересно про ванную. Сложности начались с самого начала, так как ванну, перед тем, как тащить до приёмки, сперва нужно было ещё спустить с третьего этажа. Ох и намучились мы тогда, около часа её вниз таранили, всех соседей на уши подняли. Нельзя ли потише? У меня ребёнок спит! У меня ребёнок! Где-то так примерно должно было быть. Сама же виновата, что ребёнок разбудился. Вот видите, из-за ваших криков она проснулась! В итоге, спустя примерно час, мы добрались всё-таки до улицы, и дело пошло проще. Но это не отменяло того, что до приёмки было идти ещё около трёх километров. Поначалу нам казалось, что всё идёт неплохо. Но пронеся её первые сто метров, стало ясно, что нужно было тренировать ещё и левые руки. Уже ближе к вечеру, пройдя половину пути, пришло понимание, что сегодня она нам не покорится. Ибо уже темнело, а дома нас ждал пока ещё вкусный ужин. А не пизд... и от родителей за то, что поздно вернулись домой. На работе задержали. Ты же ещё не работал тогда, подожди! Надо выдумывать что-то поинтереснее, надо более правдоподобные истории, пожалуйста. А лучше вообще не врать родителям. Сказать как есть, ты пошёл... А-а-а, тогда на работе. Поэтому было принято решение спрятать ванну и закончить завтра. Мы нашли какие-то кушари поблизости, убедились, что за нами никто не наблюдает, затащили ванну в них и со всех сторон накрыли ветками, дабы на наше добро никто не позарился. На утро, предвкушая среднюю прибыль и тяжёлый труд, в оговоренное время мы встречаемся у места, возле которого маскировали ванну. Но что-то было не так. Нету ванной. Пусты, которыми была накрыта ванна, немного повалены, а часть из них разбросана вокруг. Да успокойся ты, может она ещё там. Мы медленно поковыляли в сторону ванны и уже подойдя ближе, увидели, что она всё-таки на месте. Но в ней кто-то спит. Но не могло же всё вот так закончиться, правда? Не, у нас так не работает. Подойдя ещё ближе и сняв последние ветки маскировки с ванны, нас ждал неожиданный подарок. Эмм, пацаны. Это что такое? Посреди ванны лежала огромная ку... Ну-у-у, ну почему-у-у-у, это же ванна, это не туалет. И же унитаза, это ванна, неужели это одно и то же? Чак, г***на. Появилась проблема, которую нужно было как-то решать. Ибо пару тысяч на дороге не валяются, в отличие от этой штуки в нашей ванной. И что теперь? Что-что, нужно как-то доставать. А чё оно такое большое? Чем бомжи нынче питаются? Не знаю, сезон голубей, наверное. Так, короче, есть идея. А ну? План созрел, решили действовать. Мы затащили один конец ванны на возвышенность, а второй конец, тот, что со сливным отверстием, оставили как бы над небольшой ямкой. Один из нас сбегал за водой на колонку, что была неподалеку. Вернувшись с полной еды, он начал медленно лить воду на кучу, а остальные помогали ему палками, пихая её к выходу, так сказать. Что тут весёлого интересно узнать? Да, уже представил своё сочинение на тему, как я провёл лето. Да? Идея оказалась достаточно эффективной, уже через пару минут от импостера не осталось и следа. Заодно и ванну отмыли, запятнав при этом свою честь и гордость. Да какой кошмар. В итоге, под конец дня мы всё-таки дотащили эту ванну до приёмки, нам заплатили, и после делёжки стало ясно, что оно того, ну, вообще не стоило. Кстати, у меня сосед батареи дома меняет. Не надо, ахахахаха! Нет, это уже какая-то схема плохая. Батарея было бы золото или хотя бы из бронзы? Тогда вопросов нет. Пойдём, снимем, спустим, всё сдадим. И заработаем. Нет! Не знаю, кто совершил это надругательство над ванной, но с этой ситуацией мы и вынесли урок. А прикиньте, кто-то, тот, кто это делал, сидит и смотрит это видео, и такой, да ну нафиг! Нужно сразу доводить дело до конца, а не оставлять его на потом. Кто знает, в какое место будет заложена мина в следующий раз. Так, от закатуна к мармажу. Погнали! Здорово, дружочек. Ну что ж, это третий и последний выпуск из рубрики Кринжобах телепередачи с 90-х, с чем я вас, да и себя, собственно, поздравляю. Короче, в то время в телек начали просачиваться экстрасенсы, психоцелители, которые прям с экранов лечили людей, давали там установки и даже заряжали воду. Да, такое тоже было. Сущность видеогномика знаете, мэмчик? Кто знает, с вас лайк обязательно. И вот как раз первая наша телепередача была не этим коллабом всех этих проходимцев. Под названием «Третий глаз». Ооо, мистика, блин. Сейчас бы это назвали подкастом, где к некому Ивану Канонову припирались все эти фрики и болтали о своей эзотерической билиберде. О чем именно они говорили? Окошко жевая было. Понимай, где-то через полминуты, потому что ребята просто начинали затидывать тебя придуманной терминологией. Но в этом и смысл максимально тебя запутать и навешать на уши отборной мистической лапши. Невероятно кринжовые гости и не менее кринжовый ведущий, который иногда начинал нести какую-то чушь, но просто по приколу. А я не такое дерево, я другое дерево, а ты такое дерево, а я другое дерево. Или что-то в этом роде. Браво! Разберите на цитаты, я вас прошу. Так и пишите. А я такое дерево, а ты не такое дерево. Я что-то не понял, а он о чем вообще? Блин, че, я не знаю, я тоже не понимаю, меня не спрашиваю, короче. А для чего вообще все это, спросите вы? А я курящее дерево. Все это шоу на самом деле магический магазин на диване, где каждый гость презентовал свои экстрасенсорные услуги, школы гипноза, центры лечения белой магии и всякие эзотерические товары, типа там пирамидок или этих шаров хрустальных. Не, иногда они прям старались сделать вид, что у них не такая программа, а прям все серьезно. А другая. А так поставили передачу целого одного ученого. Человека, скажем так, от науки, радиофизика, психолога. Юлия Пушкаря. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здрасте. В пиджате, в очках. Ну, точно ученый, да? Он вроде как должен был выступать как оппонент всего этого оккультизма, но человечек не продержался 10 минут. Достал самоделку из проволоки и начал ее активно продавать, как незаменимый прибор для быта. Также побочным эффектом его является нейтрализация в какой-то мере отрицательных эмоциональных состояний. Демона там, все кого еще. Вот входите вы в школу и вот вас постоянно вызывают или не вызывают, а уже просто автоматом ставят двойки. Купите вот эту невероятную втыкачку. Меня скорее удивляет, что люди до сих пор верят в эту билиберду. Продают какие-то карты магические, свечи. Мы же не в средневековье. В средневековье ведьм полили. Ну, а сейчас что? Это почти то же самое. Только никого, слава богу, не павят. Эмоциональная разгрузка, уравновешенность. Спасибо тебе, ученый, говнепеченый. Спасибо, НТВ. Всем спасибо, блин. Передача просуществовала три года и благополучно закрылась. И вроде бы как надо радоваться, что вся эта муть прошла. Ну, как мы напоминаем, что у битвы экстрасенсов уже 23 сезона. Это все еще выходит. Поэтому, ну, да. Ну, давайте будем честными. Все-таки лет 7, 8, 9 назад я тоже смотрел битву экстрасенсов. Ну, там иногда очень прикольно все это делали под реалистичность такую. Ни одного привидения так и не показали, но очень хотелось увидеть. Заметьте, люди, которые все это тогда активно смотрели, это то же самое поколение, которое сейчас вам говорит о вреде компьютерных игр. Вот такие пиродиха. Хотя игры это же кайф. И продолжать угорать по новым. Второй раз нас на это фигни не возьмешь. Так, здесь бы я подрезал, но тут второе видео, а это значит, что пора. О, май, гад. Это же рандомный комментарий. Забегай на мой игровой канал. Там уже есть реалитсплея и дальше будет больше. Ссылочка в описании. Что ж, переходим к следующему и, к сожалению, культовому ток-шоу «Моя семья». Ох, ел палый. Я что-то такое помню. Валерием Комиссаровым. Он же его и вел, кстати. Суть программы. За тремя столами сидят гости, каждый со своей душесчипательной семейной историей. За этим наблюдают зрители в зале, а рядом сидят приглашенные эксперты. И нет, это не психологи, не юристы по семейным делам. Не-не-не, это все были звезды, там, найти актеры, певцы. Вот. Губин, например, офигеть какой эксперт почему-то. Гости рассказывают по очереди свои истории, люди из зрительного зала это эмоционально обсуждают, а офигеть какие эксперты дают свое офигеть какое экспертное мнение. И если сначала все сюжеты были, ну, обычными, бытовыми, там, про недопонимание в паре, про развод, проблемы со свекровью, вот это все, то потом все это превратилось в какой-то сюр, потому что истории стали, ну, прям, странноватыми. А ну, а ну, а ну. Ну, вот этому типу кто-то там нагадал, что он встретит свою любовь по имени Галатея, теперь чел 4 года мучается, потому что в наших широтах хрен найдешь девушку с таким именем. Какая вот у пацаненка проблема. А вот этот товарищ вообще... Не, слушайте, но если он встретит Галатею, это же не значит, что он встретит ее в детстве. Может, ему должно быть 50 лет, это просто не нагадали, не доплатил за эту цифру. Очень интересным предложением. Предлагаю вести у нас в России практику святой инквизиции. Секундочку, вы знаете, так вот вы сказали слово, и как-то так вот у всех так сразу подвис вопрос. Еще раз повторите, что вы сказали. Святую инквизицию. Святую инквизицию. Ну, святая инквизиция, ну, вы знаете, та штучка из средних веков, когда женщин обвиняли во всяком, сжигали до кострах. Ну, вот этот приколдый, вспомните, да? И при чем тут тема семьи, кстати, кто-нибудь объяснит? И вот чем дальше, тем страннее становились выпуски. Их как будто бы начала писать нейросеть. Ну, вот представьте любую дичь в своей голове. Ну, вот прям, не знаю, первое, что придет вам в голову. Ну, типа, вот она женщина, она жена, потому что вот у нее есть муж, а он собака, он как собака, он голый там, он сидит в клетке, например, живет из низки, вот они там живут, поживают. И она такая, типа, мой муж псина, а ведущий такой, извините, а вы... А прикиньте, он просто описывает какой-то сюжет, но делает вид, что он его выдумывает. Я очень не удивлюсь, если он сейчас реально покажет кадр этой вот передачи, ну, этой части передачи, где это было. Ну, что, псина, мужик такой, гав-гав-гав, и ведущий такой, ух ты, вот это у нас тут семейка. Ну, ладно, понятно, что такого прям не было, это я утрирую. А, не, именно все так и было. А, просто вдумайтесь бы, это же в грет собачий. Это крутили по телеку. Сидел голый мужик в клетке, рычал, лаял. Тут же сидит его жена, и типа такая, да, ну, такой вот он у меня, интересный. Просто мне интересно, а как ты за него замуж вышла? Как так получилось? Ну, он же как-то подписывал документы, там, соглашался, не соглашался на что-то. Потом зритель из зала начал его дразнить, тот сбежал из клетки, покусал его, подержал от охраны, его скрутили, голожопого. Правда, потом его приодели, и выяснилось, что он, оказывается, никакая не собака, он артист, а это его экспериментальный перформанс. Что? Чего? Зачем это все? Про что это вообще все? Ладно, закончим мы на более позитивной ноте, и у нас тут передача Эх, Семеновна! Это был конкурс частушки, и вела его, к сожалению, ныне покойная Марина Голуб. Если честно, очень даже неплохое шоу для своего времени. Со всей страны приезжали коллективы, и соревновались в мастерстве исполнения частушек собственного сочинения. Весело, задорно, все это оценивают жюри, была турнирная сетка, у них, короче, прям реальное соревнование. Но, естественно, есть подвох. Потому что частушка, как жанр, часто включает в себя похабщенную и ненормативную лексику. Ну, конечно. Все это там присутствовало, естественно. Без цензуры? Моя, ты не знаешь, а мой, так роличка, тихонечко. И народ такой, вот это развал вообще был. Вместо слова развала вы понимаете, да, какое должно было быть слово? И в передаче, что это показывали нифига не ночью, а в дневное время по выходным. Потому что я сам в детстве часто ее смотрел, особенно на каникулах в деревне. А потом бежал к бабушке рассказывать, что я там услышал и запомнил. Бабуль, бабуля! Максим, не кричи, у меня тут гости пришли. Бабуль, да я только одну частушечку спою. Какой ребенок, а? Ой, ну частушечку давай, давай. На горе растут цветочки голубой да аленький. Ни за что не променяю хуй большой на маленький. Зато, зато знаешь, он у меня так... Зато память хорошая, видите как... Ну, это я и так заметил, да. Но самое крутое было в последнем конкурсе под названием Стенка на стенку. Короче, это частушечный рэп-баттл задолго до всех этих ваших рэп-баттлов. Одна команда вставала напротив другой и они рвали на аккордеоновых битах и по очереди затидали друг другу оскорбительные панчлайны. Ну и шутки там конечно соответствующие. Если про женщину, то значит она страшная и низкая социальной ответственности. А если про мужика, то про то, что его детородный орган сомнительных размеров и не очень хорошо работает. Жили-быль два Ивана, у них не было девчат лягуть Ваньки друг на друга только... А, ну да, еще и прям мужеложество, конечно же. Да, и все это показывали по первому блинкам. Как же все изменилось все-таки, боже мой. Ну что ж, дружочек, я покажу... Конец. Ну что я вам могу сказать? И от закатуна, и от мармажа я подобных историй не ожидал. Ой, хорошо, очень хорошо, меня прям порвало нормально. А если вам понравилось смотреть со мной эти видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, забегайте в мой инстаграм, телеграм и на канал с играми. А с вами был Дима, типа топ, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok